Горбенко, красный шлем и Артем Мирохин. Это уже весовая категория плюс 91 килограмм. А в весовой категории до 91 килограмма первым стал боец из России, кстати говоря, Алексей Дмитриевич. Ну что ж, тяжеловесы. Какие-то будут прогнозы насчет? Тяжеловесы всегда интересны смотреть. Их нига не было. Недостаток техники скрадывается за счет мощи. Я думаю, чудес не будет, но бой, ребята, покажут. А при том, что весовая категория плюс 91 килограмм, видно, что Горбенко поменьше своего соперника. Я думаю, что килограмм на 10 как минимум. Как минимум на 10. Может быть и больше. Может быть и больше. Сейчас как-то сложно сравнить, но я думаю, вес самого Горбенко вряд ли больше 100 килограммов. Горбенко молодец, хорошо держит, а со мной атакует. И выигрывает за счет скорости. За счет скорости, да. Мы говорили о том, что главное вот найти... Вот вам, пожалуйста, счет, который и легче, и ниже ростом. Да, легче, ниже ростом. Главное вот найти свой стиль ведения боя. Задача какая у Горбенко? Это вовремя войти в дистанцию и сделать комбинацию. Что он и делает. Он находит брешь, он заходит в дистанцию удара. Я, он явно быстрее в этом бою. Я, он явно быстрее. Главное, Горбенко не пропустить. В этом бою. Я думаю, если он сможет не пропустить с ними удары, то по очкам он выигрывает. Потому что тяжелым бойцам им всегда сложнее бить ногами. Говорили, удар ногой более энергозатратный. И настоящий тяжеловес, он не сможет просто физически постоянно бить ногой. Ну, Игорь, мы видим, мы видим бои в К1. Да, но за исключением, может быть... Делают вот и две те ребята. Редких исключений. Все-таки в К1 дерутся лучше. Самые лучшие люди, которые из многих-многих тысяч пробились в восьмерку. Многих-многих тысяч. Конечно же, это уже те исключения, которые... Там у них с ногами все впорет. Да, там с ногами все впорет. И с коленями, и с ногами, например, летущие джентльмены Реми Баньяски, как его называют. Рост в соответствии с 4, вес стоит 10 килограммов. Но боец попрыгивает и бьет коленями на 2 метра. Много у него нокаутов в прыжке и коленями, и ногами. Да, но это как раз те исключения, которые из многих тысяч смогли пробиться в топ-сильнейших. Ну, в большинстве своем, если говорить об обычных кикбоксеров уровня, кандидатов в мастера спорта, мастера, то, конечно, уровень немножко другой, хоть он и высокий. Хоть он очень высокий, но... Я, кстати, тяжеловесов был немного. Я смотрю, 3 человека будут представлены. В этом весе третье место занял Мельник Роман из Украины. Все три украинца. И Юрий Горбенко, он из Харькова. Артем Мирохин, он из Гурдаке. Мирохин, видно, не очень Гурдаке, не руется, потому что нет акцентированных ударов ни руками, ни ногами. Все, ну, молодец, вышел в финале. Уже финалист. Надо иметь достаточное мужество, чтобы тяжелый весел выйти на Кубке мира. Ну, конечно, это не просто слова, друзья, атака какая от Артема Мирохина. Нерезультативная, но все равно атакует на милость победителя. Он не издается. Представители России. Золотого места. Второй раунд закончился. Закончился второй раунд. Горбенко выигрывает. Выигрывает с незначительным преимуществом этот поединок. Сейчас его талант по команде подсказывает, что делать дальше. Первого ритма подойдите. Говорит, делай двойку и заканчивай боковым ударом. Сейчас посмотрим. Вот противостояние техники, скорости и габаритов. Пока техника выигрывает, попал Горбенко, но пробить Мирохина ему не удается. Несмотря на то, что удары-то точные были, два точных удара, но это... Хорошие два боковых удара пропустил. Не остановило. Вы заметили, дорогие друзья, хотя тяжеловесы не показывают вот ту филиграбную технику, но все равно их смотреть интересно. Потому что есть интрига. В любой момент кто-то из них может упасть. Попасть сначала, а уже другой падает. Не зря рейтинги, например, тяжелого веса даже в боксе не выше, чем рейтинги среднего веса, чем рейтинги легковесов. Это при том, что, по общему мнению, в тяжелом весе сейчас кризис. Боксеров, ну все равно фактурных, больших людей зрители смотреть любят. Большие люди бьют друг друга. Да. Закончился бой. Нет, прошу прощения. Заканчивается. Послышалось. Видимо, закончился поединок на соседнем ринге. Позвучал гон, потому что бои шли сразу на двух рингах. Шли сразу на двух рингах. А вот теперь все. Закончился бой. Это был последний финальный поединок. В разделе фулл контакт с лоу-киком. Выиграл его, забежим вперед, скажем, Юрий Горбенко. Победил в этом бою, победил он явно. Но нас с вами ожидает еще третья программа, где вы увидите финальные поединки в разделе фулл контакт. Ну, а на этом, наверное, мы с вами попрощаемся. С вами студент был один из родоначальников боксинга в Советском Союзе и России, Петр Новосильцев и комментатор телеканала «Боец» Георгий Иванов. До свидания. Дорогие друзья, до свидания. Дорогие друзья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok